На пожарах спасли 19 человек. Возникавшие чрезвычайные ситуации ликвидированы в кратчайшие сроки и с минимальным экономическим ущербом. Здесь, в Бендер, лидирующее место по республике. Спасатели и пожарные подвели итоги ушедшего года. Украшение огня, аварийно-спасательные работы, помощь гражданам. Спасатели готовы к любому выезду. За год их 619, только по Бендерам и пригородам. 26 ноября в связи с сильным пришедшим циклоном в республику, с сильным порывистым ветром и обильными остатками в виде снега, сотрудники АСП Бендеры выезжали на территорию республики Молдова, трасса Кишинев-Бендеры, где извлеки из снежных заносов скорую помощь и маршрутное такси, в котором находились более 20 человек, половина из них были дети. Восемь жизней, включая четверых подростков, спасено закупальный сезон. Утонувших двое. Все трагедии произошли на несанкционированных пляжах. Отдыхающие моряки постоянно напоминали о необходимости соблюдения правил безопасности. Профилактическая работа ведется и по другим темам. В госадминистрации было закуплено громкоговорящее устройство, которое уже установлено на городском пляже. То есть теперь людям доводятся штормовые предупреждения, правила безопасности поведения на воде. Постоянно в школах проводится, есть у нас различные операции. Тонкий лед, который сейчас идет на данный момент, операция школы, операция детский отдых. Когда сотрудники ходят по школам, ходят по образовательным учреждениям города, читают лекции. Почти полсотни пожаров и около двух миллионов ущерба от них. И 19 спасенных жизней. Таковы главные цифры года у пожарных. В числе основных причин – нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования. Таких пожаров больше всего – 18. Также зафиксировано 7 поджогов, 5 пожаров в связи с неисправностью или неправильным использованием отопительных приборов. Столько же по неосторожности при курении и при обращении с огнем. В 23-м году у нас запоминающиеся сложные такие пожары. Это у нас в селе Гиско. Произошло возгорание дивана перед входной дверью в частный дом. И в доме были заблокированы, получается, мать с двумя несовершеннолетними детьми. В ходе тушения пожара отделением СВПЧ-2 был спасен ребенок полугодовалый. Второй у нас выезд был на общежитие Суворова, 42, возгорание комнаты. Третий выезд у нас произошло возгорание на крытом рынке Бендер и рынок Торг. Произошло возгорание двух пополов. С огнем шутки плохи. Несоблюдение правил пожарной безопасности нередко приводит к печальным последствиям. Только в 2023 году огонь унес три жизни. Пожарные предупреждают. Уходя из дома, выключайте из розеток электрооборудование. Убедитесь, что вами не оставлены тлеющие сигареты. Не храните на балконах сгораемое имущество. Не оставляйте без присмотра детей и обращайте внимание на своих пожилых родственников.